В тесном графике Дмитрия Баренова всегда находится время для живого общения с жителями нашего округа. Так, с обитателями одного из самых густонаселенных жилых комплексов Бутова парк, глава муниципалитета обсудил немало острых тем. Больше всего вопросов и предложений у людей накопилось по поводу дублера МКАД. Давайте мы внесем тогда по своему участку предложение, может и проработаем. Пожалуйста, может быть это немного приведет к удорожанию, безусловно, но по крайней мере это сохранит здоровье. И представители власти к этим замечаниям прислушиваются. Множество историй, которые предложили люди, в частности там в районе 6 микрорайона, в районе Суханово, там эти истории обсуждаются, консенсионер идет на эти сады. То есть мы за последний месяц внесли очень много изменений, которые просят люди. Так, одно из пожеланий местных жителей уже, что называется, легло на бумагу. В проект дороги были внесены соответствующие изменения. Пришли жители и очень слезно просили о том, чтобы в районе жилых домов это было 4 полосы. Мы встречались у вице-губернатора и договорились с консенсионером, будет 4 полосы. Кроме того, прозвучало немало вопросов к управляющей компании «Пик комфорт», которая обслуживает 20 домов в Бутово парке. Люди жалуются на неудовлетворительное качество работ и нарушение всяческих сроков. В рейтинге управляющих компаний муниципалитета эта организация занимает последнее место. В отдельных случаях управляющие компании, назначенные со стороны застройщика, выполняют больше не наказы тех, для кого, собственно, они работают, а, видимо, защищают интересы других лиц. По этой причине мы, собственно, и хотим поменять эту ситуацию и развернуть все управляющие компании, работающие в Ленинском городском округе, лицом к населению. Процесс смены управляющей компании не быстрый, не менее трех месяцев. И если за это время ее качество работы не изменится, то вопрос будет решен кардинально. Еще на встрече обсудили возможность установки шлагбаума в ЖК для ограничения транзита, а также сроки появления почтового отделения, пунктов скорой помощи и полиции. И, конечно, школы. Задержка ее строительства связана с тем, что часть участка находится на землях лесного фонда. И сейчас регулируется юридическая сторона вопроса. Мы хотим попробовать 250, но сделаем. Поэтому на следующей неделе я в конце точно пойму, что отсюда, либо таким путем, либо таким. Но то, что строить надо, понятно, что она в этом году должна была уже появиться. Мы сейчас вообще большое количество школ сзади будем строить. Встреча продолжалась более полутора часов и еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и жителей крайне эффективно. Тут любые вопросы, в том числе неудобные, не замалчиваются, а детально обсуждаются. И создается хорошая почва для их решения. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.